добрый вечер дорогие друзья дамы и господа подписчики гостя канала сегодня вторник 19 июля 22 года я вас приветствую из брюсселя и продолжаем говорить о политике сегодня планировала совсем другой материал я обязательно его запишу но после этого тоже на злобу дня но за в том что приблизительно час назад я увидела одну новость которая является абсолютной сенсацией я ждала приблизительно в течение часа каких-либо подробностей но я так и не дождалась и поэтому я подумала что мне непременно надо с вами поделиться этой грандиозной новостью потому что мы можем доверять этому источнику ажанс france пресс это ведущая французская агентство новостей это государственное агентство новостей то есть это источник информации которому можно верить соответственно они написали о том что евросоюз предложил кремлю разморозить все банковские активы которые были заморожены в связи с украинским конфликтом в обмен на поставки продовольствия то есть конечно это невероятная новость можно сказать лёд тронулся или помните как писали про одного замечательного российского теннисиста кафель треснул и так кафель треснул да действительно это так потому что это совершенно невероятно никто не мог предположить после всей этой риторики что это гибридная информационная война информационная психологическая война все эти угрозы закончится таким образом что евросоюз взмолится и попросит владимира владимировича путина обеспечить поставки продовольствия я не знаю насколько это возможно это другой разговор потому что как узнаете в ссу основательно заминировали берега черного моря я предпочитаю послушать с военных экспертов на эту тему что они нам скажут насколько это реалистично потому что турецкие военные систематически вылавливают различные морские мины которые не были правильным образом закреплены хотя не знаю что такой правильный образ но тем не менее это так это то что они рассказывают что это большая проблема что эти мины теперь плавают по черному морю поэтому насколько это реалистично со стороны россии обеспечить поставки продовольствия является ли это их доброй волей или условия таковы что это возможно с трудом скажем так и я надеюсь что конечно мы получим какую-то реакцию дмитрия пескова от пресс-персоны кремля хотя возможен и другой вариант то есть нам уже объявят после завершения этих скажем так теневых переговоров о том до чего договорились наши пастыри и соответственно мы узнаем все по результату я тоже думаю что такой вариант возможен скорее всего это решение было сделано под давлением организации объединенных наций под давлением стран третьего мира хотя сейчас так уже никто не говорит потому что нет первого мира нет второго то есть нет борьбы коммунизма и капитализма но вы понимаете о чем идет речь потому что именно эти страны оказались жертвой этой ситуации скажем египет один из основных покупателей российской пшеницы и не вообще сказать африка очень зависит от поставок продовольствия из россии то есть это настоящая серьезная угроза голода хотя угроза голода в африке существовала уже и до этого потому что пандемия самым негативным образом повлияла на африканские экономики поэтому у них уже была крайне тяжелая ситуация они неоднократно говорили с международных площадок с трибун международных площадок вернее о том что для них намного большим испытанием являлись эти эти экономические меры запада которые предпринимались в связи с пандемией чем сама пандемию саму пандемию они не почувствовали как считают некоторые потому что они принимают антималярийные препараты которые являются медикаментами широкого спектра действия поэтому африка действительно не почувствовала самого этого феномена но она почувствовала экономические последствия и соответственно у них уже скажем типа в 5 миллионов человек были под угрозой голода это уже обсуждалось поэтому это наложилось на существующую ситуацию я предполагаю что конечно это организация объемных наций и эти страны которые требовали от евросоюза предпринять некие действия которые бы разблокировали эту ситуацию потому что конечно бороться за так называемую демократию на украине ценой смертей от голода миллионов людей это как говорится не комильфо мне дорогие друзья это то что я вам хотела сказать конечно это очень кратко но не хотелось бы чтобы об этом знали потому что это меняет все потому что если начался такой процесс если лод тронулся то это значит он пойдет и дальше хотя не стоит уповать на то что все вернется на круги своя нет об этом я хотела поговорить отдельно возможно даже в следующем сериале который я адаптирую к этой повестке я желаю всем прекрасного вечера и буду ждать ваших комментариев